Вообще Россия, я вспоминаю, как Россия отреагировала, российский телевизор, российские политики отреагировали на террористическую атаку Хамас на Израиль от 7-го числа. И там не было сколько-нибудь громких заявлений, там не было каких-то обличительных слов и так далее. Ну, атаковали, атаковали, убили полторы тысячи человек, перерезали, ворвались, весь мир содрогнулся тем, что произошло. Ну, а в России как-то так, выразили сдержанную озабоченность, как в таких случаях говорят. Но зато, когда Израиль приступил к уничтожению террористов, раздался совершенно оглушительный вой наших билд. И сегодня особенно нелепо выглядит, когда в качестве гуманиста и поборника норм международного права выступают такие упыри, как генерал-людоед Гурулев. Интересно, что вот мне все время пишут, израильтяне никак не могут успокоиться, видно, что-то они другого от меня ждали. Владимир Анатольевич пишет, Андрей, вы действительно настолько прекраснодушны, что не понимаете, почему ответ Израиля именно настолько жестокий. Нас не 150 миллионов, у нас нет двух лет, чтобы в поддавки играть с Хамасом, у нас нет ВПК размеров. Если Израиль не даст понятия окружающим нас, Хамасом, Хизбаллам, и братьям мусульманам, что к нему лучше не лезть, то оно уничтожить. А РФ, к сожалению, в силу геополитики все лишь выразит озабоченность хорошего вам дня. Это оправдывает убийство 4800 детей? Вот это все? Это совершенно не обрадует никакого убийства. Мы это рассказывали, наверное, тот мой монолог, который был три недели назад на воскресе вечным Соловьевым. Он широко разошелся, да. Да, по всему миру, наверное. Я что-то понимаю, что есть моменты, что... Я рассказывал же про это. Но в любом вряд ли есть сопутствующие потери. Да, они бывают. Но когда ты лично видишь, что ты бьешь туда, где женщины и дети, ты никто иной, как военный преступник. И другой квалификации здесь нет. Кто бы что ни говорил. Много их там, мало. Есть международное законодательство. Есть четкие понятия, которые вложены в голову любого профессионального военного. Что можно, а что нельзя. Ну это ладно, ты нанес удар по детям, по женщинам. А ты как потом с этим будешь дальше жить? Ну ты убийца, вот ты как-то... Ты взял и расклистал специально женщин и детей. Что, ты потом будешь радоваться? Я вот это никак понять не могу. Где это моральное состояние? Или у нас по-другому воспитывали? Или в православии по-другому, чем в других религиях? Ну у нас куча религий в стране. Я еще не видел, что кто-нибудь одобрительно куполом кивал на то, что творит в Израиле. Ни мусульмане, ни буддисты, ни евреи. Мне тоже это не... Но есть третий момент. Ведь была резолюция ООН о создании палестинского государства. Которого Израиль исключительно препятствовал. Захватил палестинскую землю. Это есть? Ну есть. Есть это. Это правда галимая. Нравится вам? Не нравится? Чего вы залезли туда? У вас есть государство? Живите ради бога. Вы залезли в чужую территорию. И отсюда весь конфликт. Удивительное дело, значит, вот этот тот самый генерал Гурулев, который периодически требует, чтобы были уничтожены, стерты с лица земли на целые страны, города, континенты. И вот этот самый Гурулев сейчас, которому всегда было... Он со смехом отметал любые международные нормы. Вот он сейчас призывает к ответу Израиля, который уничтожает террористов. А другой людоед, политолог Дмитрий Евстафьев, призывает жахнуть по Румынии. Ну я бы, я тут вот начинаю, чем дальше, тем больше соглашаться с Владимиром Рудольфовичем. Но я бы сейчас Польшу не бомбил, нам с ними еще договариваться. Так? А вот по румынам бы я жахнул. Знаете почему? Борзеть стали. Румыны, очевидно, стали борзеть. И вот румынов бы я на место. Пока вот сейчас они газу бомбят, аккуратненько, не надо как газу. Но румынов, пару военных баз, я бы жахнул, через которые идет поток военной помощи, боеприпасов и всего. Ну здесь действительно очень характерно, что вот этот вот упырь политолог Евстафьев, ну постоянный, мы, ну те, кто так периодически хотя бы краем глаза смотрит выпуски медиафрении, знают, что это такое. Это действительно чудовищный совершенно упырь. И вот очень характерно, что выбор страны, по которой надо жахнуть, этот упырь политолог объясняет тем, что румыны оборзели. А в это же самое время на том же самом канале продолжают клеймить Израиль. Я так счастлива, простите, так счастлива, что мы такие. И что в ответ на зверства, которые мы тоже много видели с украинской стороны, когда нашим ребятам заливали кишечник строительной пеной, и представляете, в каких муках они умирали. Когда их врачи открыто говорили, что они будут кастрировать пленных. И это происходило, когда им отрезали части тела. А мы в ответ не устраиваем ковровые бомбардировки. Израиль в третий день бомбит 20 больниц. Больницы. Ну даже если в этой больнице засел один хамасовец, где же знаменитые израильские спецслужбы? Ну как-то выманите, проникните туда под видом, я не знаю, камевояжора. Нет, надо разбомбить всю больницу. С большой дурей вероятности вы его-то и не достанете, если он там вообще есть. Но вы убьете огромное количество людей. Там женщины рожают, кесарево им делают без наркоза. Младенцы умирают от обезвоживания. Сегодня в самой большой больнице отключилось электричество. Врачи говорили, мы будем лечить людей, пока не отключат электричество. Его отключили. Все. Все эти люди умрут. Ну вот, когда родненькие вот этой вот мрази бомбили жилые дома, бомбили детские сады, бомбили больницы, кафе, в которых проходили похороны, оправдывались тем, что там засели укронацисты. Ну понятно, что ко всему тому, что говорит эта конченая мразь, понятно, как можно относиться. Здесь я еще раз говорю, мне сложно как-то комментировать, потому что все, что любые слова, которые будут по отношению к ней сказанным, будут комплиментами. Потому что они явно недостаточны для того, чтобы охарактеризовать вот этого человека, который устраивает постоянно вот этот стриптиз, демонстрируя свое нутро. где они были, когда, так сказать, они оправдывали вот это вот массовое убийство украинцев, они оправдывали массовое убийство сирийцев, когда Путин с воздуха бомбил сирийские города, и там погибали массово дети, там просто геноцид сирийского народа, так же, как сейчас геноцид украинского народа происходит. Вот, и это все, так сказать, вот эти упыри сейчас в эфире осуждают Израиль, который действительно уничтожает Хамас. Ну, не может не знать Соловьев, не может не знать Симонян о том, что хамасовцы, террористы устраивают, там не один хамасовец засел в больнице, а там под больницами как раз находятся основные силы боевиков, основные силы террористов. Вот, это все хорошо известно, именно под больницами. Вот, поэтому вот все эти рассуждения упырей, они особенно омерзительны. Знают все, и тем не менее лгут, лгут и по численности убитых, лгут и по целям, и по тому, что происходит. Ну, и вот особое возмущение, которое испытывают вот эти вот упыри, оно вызывается решением Соединенных Штатов Америки передать Украине замороженные активы России. И тут же абсолютно истошный вой раздается. Караул грабят. Думал, новый способ поддержать Украину на плаву. Это банальный гоп-стоп. Деньги на войну с Россией Джо решил взять из нашего с вами кармана. Конгрессмены накануне одобрили передачу замороженных российских активов Украине. Последнее слово за байт. Однако не все так радостно для команды из Ленского. 300 миллиардов долларов отправятся не в руки украинского псевдоправительства, а в специальный американский фонд поддержки Украины, из которого, по идее, госсекретарь Блинкен будет перенаправлять доллары к Киеву на покупку американской техники и боеприпасов. Ну, то есть под предлогом помощи Украине американцы просто оставляют деньги. Это важно понимать. Российских служащих, рабочих, врачей, учителей, себе. Не остались в стороне и европейские жулики. По итогам встречи Большой Семерки в общем каменнике было решено своровать у России активы, пока Москва не выплатит компенсации Украине. Россия уничтожила половину экономики Украины и то, что она должна будет в любом случае платить репарации, это очевидно. Вне зависимости от того, когда, как конкретно эта война закончится, все, что существует за пределами России, все имущество будет обращено на компенсацию, на помощь Украине. Это очевидно. Это просто состоявшийся факт. Все, что есть у России, будет обременено вот этим вот громадным долгом, который Россия будет выплачивать Украине. Просто вспомним, сколько лет и в каких количествах Германия выплачивала репарации. Ну, особенно это, конечно, варварски происходило в Восточной Германии, из которой просто вывозилось все, что представляло какую-то ценность. Заводы, имущество, предметы искусства, все просто в массовом порядке погружалось в товарные вагоны, и эти бесчисленные эшелоны шли в Советский Союз. Ну, в тогдашнюю Россию под названием Советский Союз. Вот. Это все, ну, известно хорошо. Там была масса мародерства, там была масса злоупотреблений, но, тем не менее, из Германии выгребли все подчистую. Причем именно из Восточной Германии, которая находилась, к своему несчастью, в зоне оккупации Советского Союза. Никакого, если Запад, так сказать, предпринял знаменитый план Маршала по отношению к ФРГ, то Россия по отношению к Советский Союз, по отношению к Восточной Германии, к ГДР, занял совершенно другую позицию. Вот там был действительно настоящий гоп-стоп. Ну, впрочем, что говорить о нынешних пропагандистах, которые, вот, все эти упыри, они и сегодня грезят о взятии Рейхстага. Рейхстага Рейхстага Субтитры создавал DimaTorzok